Удивительный педагог, удивительный математик сам по себе. Когда я с ним общался, мне было 30, а ему было 60, и я думал, что какой-то древний математик. Это был на юго-западе, Израиль Моисеевич идет со своим маленьким сыном, сейчас он, по-моему, занимается информацией. Идут два Израиля Моисеевича, они 160 лет, второй маленький такой, тоже второй Израиль Моисеевич, и этот молодой, новый жарик. И, в общем, я его спрашиваю, Израиль Моисеевич, вот я сделал мат-модель, и так, у меня здесь есть некоторая проблема, я вам о них расскажу. По диагностике диабета, и первый вопрос, который он задал мне, а сколько в твоей модели параметров? Я говорю, два. Ну, тогда то, что ты сделал, этому можно верить. Вот, я вас помню. Значит, то, что ты сделал, этому можно верить, потому что, если один параметр в вашей модели, то он однозначен. Два параметра тоже более-менее однозначны, но если более двух, еще трех параметров, то, конечно, как вы знаете, можно эти параметры подобрать любым комбинируемым образом, да, и, в общем-то, она будет давать тот результат, который тебе нужно. Всегда можно подогнать. А как можно избежать этого, если ты знаешь из физиологических, в общем-то, вещей, как это сделано в биологии, да, в биологии, тогда ты, в общем-то, можешь опереться на эти показатели, и тогда неопределенность вот этой модели, которая содержит много параметров, она, в общем-то, снижается. Но в диагностике тебе наоборот надо сделать, то есть у тебя есть некоторая модель, а ты из этой модели должен найти этот параметр, и он является, вот как бы, фундаментальным. И вот эти вот вещи, то, что мы моделировали с Василием Николаевичем, это сложные модели, это некоторые теоретические представления, в общем-то, которые ты можешь, ну, как-то потестировать, принципиально это возможно, это работает или нет, потому что в голове, конечно, отмоделировать это нельзя, а когда у тебя есть мат-модель, ты, по крайней мере, увидишь, что у тебя, скажем, эти твои предположения, в принципе, работают. Как там Бог сделал это, так сказать, уже дело десятой, а вот работает это или не работает, такого рода модели позволяют, в общем-то, в этом отношении какие-то более сложные вещи объять не только разумом, а вот вычислительными вещами. Ну и отсюда, в общем, моделирование все равно как бы распадается. Вторая проблема, с которой я столкнулся, выходит, я покажу вам последнюю модель по сахарному диабету, и, в общем, и с лабораторией Василия Николаевича, и все остается как бы по-прежнему. У биолога или математик, или, скажем, медика имеются свои представления о том, что он, значит, хочет понять. Да, и, в общем, он это описывает и так, как ему, как бы, хотелось бы, чтобы это работало. А математик, в общем-то, это же математика и моделирование, это тоже огромный, как бы, научная среда, научное, как бы, знание. Нельзя тоже все знать, так же, как мы в медицине, так же и в математике, в математике, в моделировании нельзя знать все. Поэтому, значит, твою модель, математик, с которой ты работаешь, старается, в общем-то, приспособить изменить таким образом, чтобы это было доступно обработке его математическим аппаратом. И здесь возникает, вообще, огромная проблема. Твою модель начинает корежить. Вот это вот можно сделать так. Значит, она все дальше-дальше отходит от того, что ты хотел сделать. А, скажем, ты говоришь, а ты вот это сделайте. А это мы не можем, у нас как бы аппарат не работает. Так, ну и так далее. И вот последняя группа биофизиков, в общем-то, я связался, потому что мы по фундаментальным исследованиям, которые получили, заказ на работу. И я сказал, давайте сделаем матмодель. И нашли биофизиков. И занарисовал модель. Через две недели они пришли совсем с другой моделью, совсем с другой математикой. И, в общем, а вы это можете сделать, то, что я сказал? Нет, мы будем делать так, как, в общем-то, мы можем. Ну, я вам покажу, что они сделали. Когда я писал эту книжку, я решил посмотреть, откуда же они взяли. Они просто свисовали известную модель, так как я уже в последнее время я слежу. Почему? Математическую модель сахарного диабета. Причем, так как там не было блок-схемы этой модели, они работали с формулами. Они вообще не понимали, как это в физиологии работает. Но это нарисовалось, что здесь свисовали с формулами. Вы увидите, как это получается. И, конечно, в общем-то, они сделали не то, что я хотел. Поэтому, если кто-то из вас, который хотел бы работать в этом отношении, то надо это, конечно, переделать. И тут еще есть, чтобы время сэкономить, разные подходы. Я теперь вижу, что вообще говоря, надо понимать, опять же, что тебе нужно. То есть, ты, конечно, можешь построить физиологическую модель, да? И... Что? Слава Богу. Ты можешь построить математическую модель некоторого процесса, исходя с физиологических соображений. А нужно ли это? Это твой визус. Это твой визус, который это уберет. В какой вопрос? Это просто похоже, что такое ощущение, что у вас обе флешки, у нового автора заражены визусом, и это просто не пускает защитников на... Защитников не находятся в директории. Я понимаю, нет, я понимаю.